Итак, ребята, всех приветствую! Продолжаем наше прохождение. Решил, что сюда мы пока не пойдем, нам есть немножко чем другим заняться. Я тут начал просто играть, пошел дальше и понял, что мы чуть-чуть торопимся с тем, что там можно поделать. Поэтому, давайте мы пойдем сейчас вот сюда, в этом направлении, там в эту, в цистерну. И закончим квест с Минском. Сейчас бы еще вспомнить, где он там, как его заканчивать. Плюс у нас тут еще есть недоделанные дела с вот этим челом. Можно, кстати, сходить его проверить, жив он там еще или нет. Все-таки я же не зря ставил там метки эти. Нет, он еще лежит без сознания и враждебный к нам. Очень жаль. Так же, как и я череп еще не нашел для этого скелета. Так что, фиг знает, что там с ним делать. Ладно, двигаем цистерну. Но, надо будет, конечно, погуглить, что там с... С ним делать. Да, ну вот сюда. Я, наверное, даже прямо сейчас посмотрю. Так, заброшен. Это нет, это не то. Или это все заброшенные цистерны? Хотя, сомневаюсь. Локация называется. Это руина подземного города. Ну, канализация, я думаю. По запросу канализации я найду то, что мне надо. Надеюсь, назад не придется бежать. О, вот он. Минск тусуется тут. А вот пацаны, которые здесь были, я их всех же перебил. Надеюсь, он меня за это не порубит. Ой, Джохейра уже здесь. Вот это да. Но, раз она здесь, то... Что ж. Так. Сейчас быстренько погуглю про канализацию. Так, кажется, я нашел череп, так что предлагаю быстро за ним метнуться. И продолжить дальше. Так, отлично. Вернулись сюда. И нам нужно вот этот кошелечек залезть. Сделает у нас это Астарион. Как мастер стелса. Ах ты, блин, а он еще и сюда смотрит. Вот это да. Можно, кстати, ему сразу Избагрить всякий мусор, Который я тут с собой таскаю. Ну, вроде бы и все. Кольцо, кстати, не поменял, забыл. Фамильный пестин Заров. Ну, нам не нужен уже. Можно его тоже убрать из инвентаря. В общем, порядочек все красиво. Так, как бы мне тебя отвернуть-то? Ну, наверное, с помощью тебя. Ты поговори с ним и отвернись. Вот, другое дело. Отлично, вот он-то нам и нужен. И появляется здесь призрак. Безглавое привидение. Переходим. Что это делает в холмахе? Какого выраждая этот череп делает? Давай я у тебя его заберу. И попытаемся по этому маслу добраться туда. Падая на каждом шагу. Падая на каждом шагу. Это все. Мы делаем твои видео. Это все. Да ладно, вы серьезно? Да в смысле? А почему они меня атакуют тогда? Это прям очень интересно. Ну, давайте еще раз попробуем. Только как-нибудь по-другому туда подойдем. Попробуем с этой стороны зайти. Ну, сами, конечно же, уже не будем заходить. Мы отправим из тариона. Раз уж они хотят меня там убить. Так, стоп, а я туда ли иду? Нет, конечно же, я не туда иду. Потому что я повернул не там. Не, он сюда. Чуть-чуть промахнулся. Чуть-чуть промахнулся. Но мы тропомейки. Попадай и держи твои маленькие люди в пиле. Попадали все. А, не все, только мой персонаж. А где у меня шадуха? А вон она бежит. Хорошо, давайте отсюда тогда Попробуем А череп у меня на нём? Да, на нём Мы упокоили благородного духа, вернув череп и его скелету Врождённая стойкость Един раз до следующего долгого отдыха Вы можете использовать ответные действия Чтобы выполнить бросок атаки или испытания с преимуществом Эта вещица получила свою только удачу После того, как её прижала к поджатым губам Святая богиня Тимуры На нижней стороне Грубо и неумело написано Госпожа удача Не ссы мне в овсянку Ну понятно Ну хорошо, получили амулет Отметку можно теперь удалить А, так, это здесь подъём наверх Подъём наверх нам не нужен Давай мы тебе сюда лучше телепортнём Чтобы там лишний раз не связываться ни с кем И можно идти заниматься Минском Вообще, ну давайте сюда телепортнёмся Я сейчас быстренько за кадром до него добегу Раз уж я туда уже добегал Всё, мы добежали и вернулись к тому месту На котором мы остановились Немножко отвлекаясь на квест с черепушкой Всё, смотрим Деньги вроде бы все на месте Хоть и слегка измазаны кровью Я гляжу, вы С восторгом боретесь за поручение Своего господина Госпожи Мы служим абсолютно только ей И правда, что за глупости, я говорю Хотя мы, Зонтарим, так отдалились От своих божественных корней Что, боюсь, я половину уже не помню Но ты дело другое Ты-то, когда начал поклоняться богам А твоему Прикольному грызуну Они тоже дали дружка-червячка? Грызуну Обращайся к каменному лорду с должным почтением А сейчас ты вернёшься в гильдию И будешь делать то, за что мы тебе заплатили Конечно, я всего лишь Постой Прыгай, прыгай, рыбёшка Но Минск тебя поймал И на этом удачи тебе К тому времени, когда ты доберёшься до гильдийской таверны Работа будет уже сделана Так, блин Мне нужна Джохейра нормально Я же забыл, что тут Джохейра перевёртыш Давайте, да, в партию возьмём Джохейру Может, тут как-то мы сможем с ним поговорить Ну, я заодно я сейчас немножко за кадром приодену Я её возьму, наверное, за место Астериона Так, всё, я взял Джохейру Я её там капельку приодел На самом деле, он ничего толком не придумал Что мне нацепить, но Даже показывать как-нибудь так Так, я иду не в ту сторону Посмотрим, изменится ли что-нибудь в диалоге после этого Ничего нового Так что работаем с тем, что есть Эти свинтили оперативно А, нет, не свинтили, глядите-ка И что у нас? Так, помочь под герцогу Мы стали свидетелями встречи каменного лорда с Зентарим Сектанты заплатили Зентам Чтобы те провернули что-то там в гильдейской таверне Надо узнать, что именно Угу Это уже интересно И что ещё у нас тут? Вернуть золото Раката Как следует, поторговавшись... Так, это мы знаем Мы видели, как золото Раката отдали агенту Зентарим по имени Роа Вряд ли она согласится расстаться с ними по доброй воле Это вот Вот это? Да, Роа, лунный свет Ага, вернуть золото Раката Супер Всем уже забыл про этот квест И высшая орфистка у нас Мы нашли убежище Минска И узнали, что сектанты заразили его личинкой Если ему промывает мозги Абсолют То, может быть, есть ещё шанс взять его живым Ммм, вот это да Всё-таки мы его Можем себе в партию взять Так что это хорошо Что будем делать? Ну Я иду сюда Попробую избавиться от Джахейри сначала Может и так он очухается Так, твой выход Блин, я ему клинки хотел Хотя Ладно, хрен с ним Я просто помню, что в инвентаре у меня там лежали какие-то клинки интересные Ой, в инвентаре, в лагере Я всё никак не доберусь, чтобы посмотреть, что у меня там интересного лежит 55, 65 Ну, давайте, может, до неё дотянемся Каким-нибудь своим микоколдунством Ага, так не дотягиваюсь Только что уже дотягивался Алё Ну, подойди, да, чуть поближе Ну, давай хотя бы Так, ладно Жаль Жахейра Жахейра, у тебя есть злая, уродливая сестра-близняшка? Минску не нравится Не убивай его Найди другой способ, молю Найдём, найдём, не приживай Найдём, найдём, не приживай Найдём, найдём, не приживай Ну, и как бы не схватить от него сейчас подзатыльник Ох, неприятно Ага, заход он может один раз так атаковать Понятно Ни до кого не дотягиваюсь Обнаружение мысли вообще надо нафиг у неё убрать Бесполезная ерунда А, или это что-то изумений даёт Ммм Пир героев Вас и всех Ну, круг вас нельзя отравить Сразить болезнью Ммм, ну неплохо Ага, во время боя нельзя Хе, блин Хе-хе-хе Ммм, да Так она Барт Вот оно чё А, так это даже не это Это обычный перевёртыш Письмо от Орин В черепе каменного лорда гудит пустота И одной личинки недостаточно, чтобы заполнить его Прими облик этой пыльной старой ведьмы И наполни его мыслями И наполни его мысли старыми приключениями Чтобы он сладко улыбался, убивая для нас И не трогай грызуна Если своим стрекотанием он заставит каменного лорда задуматься Отложи его для меня, чтобы мы могли напоследок угостить великого героя Когда он закончит работу Да О чём это речь, какого грызуна Мы обнаружили записку, которую имела при себе Доппельгангер Манипулировавшая Минском Оказывается, сектанты заплатили зентам, чтобы те захватили власть в гильдии Гильдмейстер наверняка захочет об этом узнать А, так, что-то я не до конца понимаю, какого грызуна-то Вообще бы взять бы, кинуть тебя туда поближе ко всем остальным Ничего ты как умеешь Так, может я так до него дотянусь Откуда-нибудь отсюда, типа Завряд ли, конечно Но отвезти мне его подальше точно надо Чтобы его тут не задели Блин, чё делать-то Блин, чё делать-то Дезориентацию он на меня наложил, да? Не знаю, чем ходить Да ладно, она просто свинтила Вот это да Как следует, поторговавшим, подождите Улизнула Ничего страшного Никуда она не улизнула Сейчас мы переиграем Так, ещё раз Да что ж такое Я не туда иду Всё-то мне вот В ту сторону нужно Так, ага Теперь они ходят первыми Как назло Ладно Неплохо Хорош вообще Так, а я вдогонку За этой Красавицей Надо было ноги покалить Чтоб далеко не убежала Что, прям никак не дотянешься Да, чуть-чуть не хватает Не тут не хватает Да что ж такое Ух, кровотечение Да ладно Впритык И промах Но вообще Огонь Ну конечно Конечно Джохейра Нет, нет А, я подобрал и отправил в лагерь Да твою мать Да как Блин, а Да как Так, так можно было Лохануться Чё я там нажал Когда подбирал О, нет На этом Я все За плядь П... Пиздец Вообще Так, на этот раз Постараемся Не зафейлить Не просрать записку И вообще Все на свете Это неловко получится Так Попробуем, может, первостепенно от нее избавиться Отлично, теперь не убежит Нокаутировал Блин, так и так славлю что-нибудь неприятное Сильно его кличить не хочется Не упал, зараза Мы делаем, что мы должны Да ладно, серьезно? Очень хорошо Мне хотя бы немножко с прохода уйти А что, где записи-то? Ладно Ох, блин, испытание пройдено у него Ну ладно, стой себе Охренеть Патлетика успех, но не очень Не то Что бы мне с тобой сделать такое Даже не знаю Может от меня хоть так отстанет И добиваем Сохраняемся Чтобы ничего не просрать на этот раз Так, и что нам делать-то? Ммм, это выглядит как стена Которую можно было бы пробить Если бы не было сейчас боя В черепе каменного лорда гудит пустота Не трогай грызуна Если своим стрекотанием он заставит Каменного лорда задуматься Отложи его для меня Какого грызуна вообще? В Джохере превратиться в мышонка, что ли? Не трогай его Ой-ёй-ёй Блин, как в грызуна какого-то там превратиться Хрен его знает Волк Медвесыч Кошка Ладно, пойду Почитаю Что тут делать нужно Так, гайды подсказывают Что его нужно Несмертельно оглушить Что он Весьма, к сожалению Может быть, непросто И я думала, что мы будем быть друзьями Так что даже не знаю, что с этим делать Как его в нокаут отправить? Время, чтобы спешить мою счастье Он еще не стыдно Не важно, что ты слышал Хотя, может, там с патчами Он автоматически падает в нокаут как-нибудь И не умирает Но вот это, конечно, черт его знает Может, я его усыпить попробую? Ну да, с сном третьего круга Я могу его Попробовать Аж три Аж сто процентов А что, кого мне еще выбрать надо? Две цели, что ли? Ничего дальше Как мне тебя не смертельно Таранить, я вот думаю Ну вот как написано тут Убивать Минска нельзя Выберите воина или варвара Включите несмертельные атаки Что такое несмертельные атаки? И отправьте противника в нокаут Впервые вообще слышу, что здесь есть Какие-то несмертельные атаки Цель не должна быть врагом Какие-то пасе... О! Хм, вот он и че Но я же его убил Во тьме, которая поглощает все его ощущения Есть единственный свет Ярость С каждым мигом разгорающаяся Все ярче Убил ее Он ненадолго пробудет без сознания Скажи своему Элитиду, чтобы защитил его От воздействия старшего мозга Скорее Нет От него нам проку не будет Избавься от него Дай ему свою защиту Не глупи, он слишком непредсказуем И нам он станет помехой Его непредсказуемость один раз уже спасла город Он нам нужен Нет Ты не заставишь меня защищать его Ты не видишь то, что вижу я Его мысли Его сознание Там полный хаос Кажется мозгаед льет тебе в уши от травы Скажи ему, что я вырву у тебя призму И зашвырну в самый глубокий колодец лавы Какой только смогу найти Наши кости давно обратятся в прах А стены его тюрьмы все еще будут гореть А теперь помоги моему другу Она блефует Не станет же она рисковать судьбами всего мира Ради одной обычной жизни Сомневаюсь, что ты хочешь это проверять Ладно, пусть будет по-твоему Его разум расправляется под твоим Застывшее озеро втягивает тебя в свою пучину Образы мелькают перед внутренним взором Его ярость становится холоднее Прячется глубже И знакомое лицо кристаллизуется перед тобой Джахейра Ты ее убил Не драматизируй Мгновенного колебания достаточно Что-то тревожущее трещит и рвется Что-то огромное и безымянное Отлетает прочь от его сознания Вот и все Джахейра? Я не понимаю Хорошо, значит ты стал с собой прежним Нам о многом надо поговорить Но сперва ты скажешь спасибо Наступает тишина и ваше сознание внезапно соприкасаются вновь Воспоминания, ощущения, все пролетает слишком быстро, чтобы зацепиться В то же время ты делишься всем, что было с тобой Наутилоид, Абсолют, избранные троицы мертвых Ты Ты Это ты спас Минска, когда он был покорной марионеткой свежевателя разума Зачем? Потому что я тоже заражен и знаю, что ты действовал не по своей воле Холодная голова и доброе сердце Хорошо, что Бу не дал мне покалечить ни то, ни другое Я избавлюсь от этого паразита Минск слушает приказы только одного зверяка И он, куда симпатичнее любого мозгослизня Он Он Да где же он? Он на его пути! Не могу спать Я могу спать Где же ты? Искни, чтобы я знал, что ты живой Симпатичная маска, с ней что-то связано Друг мой, побывав ненадолго в твоем черепе, я видел, что тебе доводилось сталкиваться со множеством странных созданий Но с такими еще ни разу Что бы ни произошло, не показывай, что ты боишься и не тянись к оружию Доверься Минску Да, я доверяю тебе, наверное По опыту Минска, если меньше думать, довериться легче Стой! Ты прозреваешь душу Минска и видишь его злодеяние, ты чуешь исходящий от него запах зла Ты навостряешь свои коготки, готовы выцарапать его глаза Прости меня, друг мой, я отдаюсь в непреклонные лапки твоего правосудия Давай же, если ты намерен прогрызть мое черное сердце, я готов Нет? Ты уверен? О, бездна милосердия, да благословлят боги твое сердечко и усики И умильный носик Конечно, ты прав Бу и Минску нужно искоренить еще немало зла, но теперь мы не одни Новое лицо, гляди, новое лицо, но это не злодейское лицо, которое нужно расцарапать, ясно? Знакомьтесь, друг это Бу, Бу это друг Что это, крыса? Это большая честь Нет, это хомяк Мини-гигантский космический хомяк, не бойся, со временем ты поймешь, в чем разница Эти злодеи бросили сюда Бу, потому что боялись, что их личинки сбегутся От правильного гнева в его взоре Но теперь мы снова вместе и все будет прямо как Бу, зачем же так грубо? И вновь мой хомяк доказывает, что из нас двоих у него самая ясная голова Тогда мои мысли спутаны, словно шерстка у него между лапами Он сказал, что мы примкнем к тебе, чтобы очистить фортабалдура от зла вместе Почту за честь, идем Похоже, у тебя и без того предостаточно спутников В твоем отряде нет места маленькому Бу Или не совсем маленькому Минску Может, тогда лучше подождешь в моем лагере, мне еще нужно сделать кое-какие дела Бу и я, мы с Бу, помощники хоть куда Но, как скажешь Как ты желаешь Пришли тогда В лагере Сегодня Бу заслужил особенно усердное почесывание спинки Это самый большой спутник Угу Супер Ну что, новый спутник, офигеть Лучше не быть херст Симпантичная маска, но что с ней связано? Потрескавшаяся деревянная маска с женскими чертами лица в рашенском стиле Каменный лорд повержен, нужно доложить об этом девяти палой О, высшая офиска, завершено Минск присоединился к отряду и Бу вместе с ним Ничего себе Кольчужный кулак Кольчужный кулак в стиле доспехов файк Файкрина Прекрасная кольчуга на этой перчатке Да Кольчужный кулак в стиле файк Файкрама какого-то Еще какая-то стена, сейчас разрушим ее Скромная репка, высушенная и сохраненная Наш персонаж такой Обед Так, боевой молот Потертый, но все еще грозный боевой молот Размером с полурослика Так, туда попасть? Не попасть О, пара крыльев Вырезанные по дереву крылья Похожи на орлины, но только длиннее А, это подобрать можно еще Ммм, это каменные таблички Ну, давайте Подберем их до влаги Для коллекции А вот маску я подобрать не могу почему-то Я полагаю, это может оказаться ужасной Ужасной ошибкой А? Прочесать весь город вдоль и поперек Ориентируясь лишь на слухи Перейти дорогу гильдии По уши перемазаться в дерьме Бросить вызов существа От которого Одного вовсе цело зависит твоя жизнь Все ради безумца и его хомяка Абсолют угрожает многим тысячам Всему побережью Но ты все равно рискнул очень многим Чтобы помочь одному единственному человеку Мне следовало бы Отругать тебя, но Я лишь могу сказать тебе спасибо У тебя были на то свои причины Но хочешь ты этого или нет Твоя битва это И наша битва Для нас обоих И до самого конца Минск станет ценным союзником Я не сомневаюсь Он осел Помимо этого я тебе ничего гарантировать не могу Но даже если так Веди нас Мы в твоем распоряжении Просвиток Мы говорили Мне кажется Я был сильным Чтобы это Я мог бы быть Но Но Ты реально думаешь Что Ты Можешь 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 Ладно Можешь 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 Един tane На Пиво Всех Можешь 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 Ша Мне Это обращение не про возраст и не личную симпатию, скорее просто давняя привычка. Тебе не нравится? Сойдет, если позволишь называть тебя вороной. Малыш и ворона. Звучит почти как название басни. Ее стоило бы сочинить. Как, наверное, должно быть. Что-то, походу, я чуть-чуть просрал диалог. Что я могу сделать для тебя, Майф? Что-то, что к нам присоединился Минск. Так, ну давайте попробуем про Минск с ними поговорить. Ну, значит, мы ничего не потеряли. Астарион что-нибудь скажет? Нет, ну и супер, тогда можно загрузиться на том сохранении, где мы уже там все потрогали. И надо не забыть трупешник этой роу обобрать и стену последнюю разбить. Эх, по новой все. Чем бы мне таким похолотить тебя? Ах, блин, со всеми взрывчими этими порохами-то у меня Shadow Heart только была. Обидно. Вот зря я его отпустил, так бы он нам уже здесь все пробил бы, и мы спокойно вперед прошли. Обидно на моих сетях. Оставь ваш чуть-чуть, сперва. Винсе с колющим оружием, как назло. Мм, можно попробовать гейлом туда пробиться, как всегда. Ну, что-то как-то не выходит Ну, давайте на своего персонажа, может, выдадим какой-нибудь скипетр И угадайте, куда он поместился теперь, да? Ну, и ради чего все это было? И ради нихуя Понятно Ладно, тут закончили Идем дальше Ключи Огненный снаряд На продажу Блин, серьезно, нас витками все это время орудовало? Нескончаемая верность действия Класс, что это такое? Повторить слова свои клятвы, чтобы восстановить один заряд силы клятвы Ну, такое Тоже продать можно Украденный мешок золота О, десять тысяч золотых Ну, я все десять каверну Они мне как-то не особо нужны Так что отсюда мы можем телепортироваться Так Где там ближе-то? Отсюда вроде бы Попробуем Не сильно ближе, но сойдет Ну, вот теперь, когда у нас есть Минск Мы можем пойти к тому челебоссу А, блин, я же это не записывал, ладно Тогда мы можем пойти по квесту Дальше, где мы лучника убивали Стрельца этого там Вот, потому что я его начал за кадром Точнее, начал его под запись проходить Потом понял, что Немножко мы рано на него пошли И за кадром там все переиграл Глифа драконий глотки Кирсека дракония богини мистического знания Даровала эту глифу драконорожденному Во время сражения с Карбункульными пауками О, как скручивались и чернели лапы Арахнидов в ту темную ночь Закинем ее тогда в лагерь Пойдем, золото отдадим О, как скручивались Так, а мне надо ли в самый низ спускаться для этого Снова Или можно, например, с ним поговорить Так, подождите Вернуть золото Это туда, что ли? Нет, подождите Вот здесь показано, что сюда Куда-то Так, пойду-ка я к тебе подойду Ладно, видимо, вниз нужно Ну да, да, все логично Да, долговато, конечно, спускаться Чего, до сих пор здесь не прибрались, что ли? И не на монетку меньше, ну ты зануда Да и я полагаю такое же, поскольку у меня нет ни малейшего намерения тебя надуть Вот, держи ключ от хранилища, внутри найдешь небольшую благодарность Ракат так обрадовался своему золоту, что щедро нас вознаградил То есть он мне половину отдал Теперь у меня есть историю Ключ от хранилища номер девять Да я уже тут все взломал Типа, че мне это хранилище Так, раз, два, три, четыре Восемь, а где девятое? Шесть Раз, два, три, четыре Все, знаю, где девятое хранилище А, вот оно А, ну я его уже Обшмонал Смешно, конечно, ну ладно Тут мы закончили А на ком, кстати, деньги-то лежат у меня? На мне же, да? Ммм, тут десятьк А, он, наверное, с меня их и снял Вот оно че Есть ли у меня тут какая-нибудь запись об этом? Нет Ммм, ну ладно Супер, сойдет Итак Ракат Так обрадовался ему золоту, что щедро снаградил Ну, понятно Как-нибудь так комментируйте это Нет, понятно Давайте в лагерь с Минском знакомиться Джахиро Джахиро Так, а что тебе нужно от Минска? Как прошла ваша встреча с Виконией? Бу очень доволен нашей победой Мы растоптали очередное логово зла и победили Давнего недруга Что ж, Викония раньше была нашим другом, хоть и недолго, но потом снова стала врагом Да, Бу, очень злобная ведьма Бу от одного упоминания ее имени до сих пор снятся по ночам Кошмары А что она с ним сделала? Бу с Минском побывали во множестве земель И повстречали множество славных, не очень славных путников Не удивляйся, но даже мудрейшие из наших друзей не всегда видят Бу В того, кто он на самом деле Мини-гигантского космического хомяка Именно Дроу была безжалостной, но все же проницательной ведьмой Она сразу поняла, что Бу на самом деле Она сказала, что никогда прежде не видела таких, как он Она хотела осмотреть его неотразимые мужественные формы И она не смогла устоять Однажды ночью, пока он лежал в своем крошечном спальном мешочке И, подергивая усиками, видел сладкие сны Она подкралась к нему со скальпелем в руке Она хотела вспороть его брюшко и изучить его внутренности Даже не знаю Могу понять ее Бу, настоящее чудо природы Она, конечно Оно, конечно Но он также живое существо, которому нужны все его кишочки К счастью, он проявил себя как настоящий герой и сохранил все свои внутренности внутри Бу всегда спит полуха, когда рядом зло Он скачил, готовый к бою, и едва не ослепил ведьму На следующее утро, когда он рассказал мне обо всем этом Закусывая ягодами и орешками И я уже и след простыл Забавно Отдохни, освежись как следует, прежде чем мы отправимся дальше, друг Помни, путь к справедливости вымощен хорошо надранными задницами Ты помнишь, зачем встретился с Зонтарим? Темный союз, скрепленный контрактами Зонтарим Обетами сектантов и сверкающей драконьей казной Думаешь, Минск мог бы такое забыть? Ты все правильно говоришь Я понятия не имею, какой был в этом смысл Но мы просто... Бу, ты зачем грызешь меня за мягкое? Я пытаюсь... Еще разок, простыми словами А, вот оно что Ты хочешь знать правду Бу считает, что Минск знает больше, чем знает Минск Но это сложно Есть воспоминания про это время, которые Минск не помнит И Бу предлагает так же, как он помогает Когда что-то пакостно сдудить в таком месте, где сам не почешешь Тебе придется долезть туда, куда Минск не дотянется Паразит Его можно использовать, чтобы выковырить правду, которую ты ищешь Угу Ну, даже не знаю Тебе не слишком по душе эта затея Червяк уже один раз оседлал меня и заставил скакать по всему городу, как безмозглого осла Не хочу снова вешать на себя седло, но... Раз уж Бу не может навести порядок моей черепушки, значит придется тебе Хорошо бы еще Джохери, но у нее голова пустая, вообще без ничего Ну давай Сперва там ничего нет, его разум пуст, как бескрайняя степь, но затем... Твое лицо, лицо каменного лорда, отражается в окровавленной стали От горящих домов пущут жаром, а ты вздымаешь свой клинок над бледными, перепуганными лицами Нет, это все неправильно, я убивал только чудовища Голос говорил, что они чудовища Шепот, голос Абсолют превращает мелкую гильдейскую шушу в воскаленных хищных тварей Которые преследуют беззащитных горожан Гильдия, каменный лорд за ними гонялся, разрывал их тухлую плоть Одного за другим, чтобы обнажить гниющее сердце Кина девятипалая, вот зачем Абсолют Нужны были зенские наемники, чтобы убить главу гильдии Итак, Зонторим скидывают гильдию, а дальше что? Какая выгода культу? Без разницы, культ и так слишком долго гадил Минску в голову Хватит думать, делать пора А все эти разговоры о зле, борющемся со злом, ха С тем же успехом многоголовая гидра может хавать саму себя за горло Бу говорит, подай мне эту гидру Чем больше физиономии для моего кулака, тем лучше Сперва мы пройдем в клочья коварных зентерем, а потом покажем девятипалой Что может мой пятипалый кулак? Так И все так просто? Да? Да Так, я пока с Ториона уберусь в своей пати И продолжу допрашивать его Надо его еще прокачать, не забыть Что это, мой друг? Мы и два познакомились, а ты уже зовешь меня своим другом Конечно, мой друг Не, мы не друзья, друг мой В таком случае, мой меч и мой хомяк всегда к твоим услугам Если только я не погибну Или если ты не погибнешь Или если ты не обидишь Бу Ну да ладно Что это Бу видит в твоих глазах? Невысказанный вопрос или просто тельца паразита? Давай начистоту, что у тебя с этим хомяком? Ну, Бу, объяснись Все понятно? Я знаю язык животных, но почему я его не понимаю? Не понимаешь? Ты не видишь его благородную осанку? Свет мудрости в его глазах? Бу о многом может тебе поведать Быть может, однажды тебе дано будет его услышать? Давай серьезно, твой хомяк правда с тобой разговаривает? Нить, связывающая следопыта с его пушистым другом, это очень серьезно До встречи с Бу я был обычным рэшемским берсерком, ответственным и самодовольным Проблема с самодовольством в том, что оно отучает тебя смотреть по сторонам Бандиты напали на меня из засады и раскрыли мне череп, словно переспелый арбуз Именно тогда, когда я отправился от своей раны, Бу впервые явился мне Он сказал мне, что эта сама справедливость чула меня пальцем Отметила меня, назначила своим защитником А Бу моим проводником Что же до моей головы? Ну, справедливость не всегда действует мягко Может, когда-нибудь ты расскажешь мне, как все было на самом деле? На самом деле? Бу, кажется, нашего друга тоже ударили по голове Ну что, в путь? Мои сапоги соскучились по задницам нечастицев Так, а я на каком вопросе с ним сохранился? А вот, да, попробуй угадай Ну ладно Когда наши мысли соединились, там было что-то непонятное Да? Голова Минска очень простая О чем непонятном ты говоришь? О чем странно ты говоришь? Воспоминания всплывают вновь Битвы, сражения, без начала и конца Их объединяет одно Минск Устремляющийся в самую гущу и готовый сразиться с кем угодно Будь то бог, чудовище или простой смертный И это лишь крохотное толико всего, что видел и пережил этот человек Но это достаточно, чтобы понимать Он никак не может по-прежнему быть живым и невредимым А, погоди Я узнаю этот взгляд Я знаю точно, в чем Минск тебе явился, раз тебя это так потрясло Мои штаны Тройной шнуровкой в расшемарском стиле Чтоб Берсерк мог крушить черепа, не опасаясь, что штаны от этого тоже сокрушатся У них и правда дьявольско сложенный фасон Но за Минском можешь не опасаться Он долго учился и вполне освоил все эти крохотные узелки Так, все, хватит на твоих штанах Ты странствовал по разным мирам и сражался с богами Ты что, Кратос из Годов Варш, что ли? Так ведь, и ты тоже, разве нет? Не забывай, что когда ты разглядываешь Минска, Минск разглядывает и тебя Мы оба воевали со злом везде, где его находили Какая разница, кто и где, куда важнее те хомяки, которых мы встречали по дороге Вообще, когда нам захочется поделиться воспоминаниями, я не вижу причин тревожить червяков Если кто-то захочет что-то узнать о другом, всегда же можно просто спросить Ты прав, воину пристало говорить, что у него на уме, а не копаться в чужих мыслях Вот именно, когда мне хочется увидеть что-то в голове у моего врага, я беру топор А для друзей есть эль Нет, друг, если ты боишься, что на твой вопрос Минск не сможет ответить, тебе проще задать его Бу Ты можешь просто спросить Бу Угу, давай поговорим насчет личинки Ну хорошо, только шепотом Она нас подслушивает Мы должны вас... так Ты знаешь, как от нее исцелиться? Я советовался на этот счет с Богом Если личинка просто засела у нас в черепе, не взяли просто... Сдавить его, вот так Пока наконец что-нибудь не выскочит Пока что-нибудь не выскочит Ну, не обращай внимания Был уже давненько не набивал свой животик плоти злодеев Вот у него и заурчало Другими словами, у тебя нет идеи, как исцелиться Не единый Хотя Бу Он такой маленький Может, если запихнуть его в ухо Да, ты прав, Бу Глупая идея Ты там и правда ничего не разглядел Да Ты бы там и правда ничего не разглядел Ладно, расскажи мне немного о себе Думаю, немного будет недостаточно Я очень большой Так, ну про хомяка мы спрашивали Давай на чистоту, что у тебя с этим хомяком Но можем по новой спросить Полностью понятно Нам далеко до Бу Он знает, как выразить свою мысль Не тратя лишних слов Думаю, он запасает их в своих Защечных мешках Так, если сказать, что с тобой что-нибудь не так А, ты про форму моего черепа? Это правда Минс был ранен в голову, как настоящий герой До встречи с Бу я был обычным решимским берсерком Мы это читали уже Ну понятно Что же самое Так ты паладин справедливости, да? Не говори глупостей Если уж кто из броней богов То это, конечно же, Бу Ну что, в путь? Ага, понятно Я еще не все с тобой обсудил Жахейра говорила, ты целый век простоял статуи на рыночной площади Расскажи, как это было А, так ты хочешь послушать занимательные истории Сейчас еще не время укладывать Бу в постельку Но, так и быть После той истории с отроднем Баала Бу съел столько божественного мяса, что прям объелся Так что мы на какое-то время вернулись во врата Балдера В конце концов, если у города имеется темная изнанка Которую нужно хорошенько выбить То кто же лучше справится с хлопушкой, чем Минск с Бу? И, возможно, мы отхлопали какого-то злодея по заднице слишком уж усердно Минск не уверен В общем, однажды забрели мы в трущобы И тут бац, засада А дальше Минск с Бу приходят в себя на рыночной площади И у них полно каменной крошки в самых нежных местах Так вот, почему тебя прозвали Каменным Лордом Да, Бу очень Может быть Они за легендарные непробиваемости моего черепа А, да Бу очень может быть Понятно И ты даже не разглядел, кто с тобой это сделал? Минс думал в это время о важном деле Он изучал ассортимент одного торговца Искал орешки, которые так любят Бу И вдруг он обратился в камень Для Минска все пролетело, как в последоведенный сон Вот он в прошлом, а вот он в настоящем Ты за одно мгновение перенесся на сотню лет вперед Как тебе наш новый мир? Минску не по нраву Ни железные воины, что ходят по улицу города Ни злодеи, что стоят за ними Но в целом новый мир похож на старый Город все так же стоит на холме Море все так же убегает к горизонту А смрад зла все так же вынуждает Бу мечтать о прищепке для носика И пока этот смрад стоит вокруг Стармир и Ленов Минск и Бу не будут знать покоя Это правда, что ты был сотрудником Баала, спасшим врата Балдура? О Бу и Минске рассказывают множество легенд Некоторые настолько удивительны, что даже я не знаю, правда это или нет Правда ли, что Минск посрамил совратительницу Суккуба в кельях свечной цитадели, не поддавшись ее чарам? Возможно Правда ли, что Минск искупался в стикси и временно забыл, кто он такой? Не помню Правда ли, что Минск странствовал с отродним бога-убийств, бросившим вызов собственным злым собратьям и одержал великую победу с самого трона Баала? Разумеется, славное было приключение Блин, даже обидно, что я в предыдущей части не играл И ты доверял порождению столь злобного божества? Странный вопрос Всегда ли дети похожи на своих отцов? Утрость и его отец всегда так же? Возьми, к примеру, Минска Не то, чтобы он четко помнил лицо своего отца, но он помнит, как дергал его за рыжую бороду О, это была знатная борода Бу мог бы спокойно прятаться за ней, даже в самые лютые рашинские зимы Так вот, взгляни внимательно на Минска, и что ты видишь? Хм, что у тебя нет бороды Вот именно, даже на крошечном подбородке Бу шерсти больше, чем на могучей щелюсти Минска Если Минск не унаследовал ни рыжих волос, ни его матери, ни пышной бороды его отца, с чего бы отродью Баалу унаследовать его злодейство? На удивление, глубокомысленное замечание И это далеко не единственное, что я могу сказать на этот счет Не знал, что тебя интересует тема бород Угу Че, все, все темы обсудили? Расскажи, что ты думаешь о наших спутниках Слышишь, Бу? Наш друг ценит твою наблюдательность и хочет с тобой проконсультироваться Вообще-то, имея в виду... Ладно Да, Бу, хочу услышать твое мнение Бу так мал, что его часто принимают за шишку и рассказывают при нем свои тайны Он поведает тебе все, что знает А Минск, само собой, это переведет Угу, что ты думаешь об остарионе? Бу сказал, что невежливо сплетничать о наших спутниках у них за спиной И неразумно говорить им некоторые вещи прямо в глаза Так, Уилл А, знаменитый клинок Фронтира, отличное имя Минск не знает, что оно означает, но оно прекрасно подходит загадочной персоне нашего юного друга Отрадно знать, что город не оставался без защитника, пока я служил туалетом-голубям в Сиромочной площади Джахири, конечно, тоже приложила к этому руку, но она предпочитает угрюмо поглядывать из теней А городу нужен герой, у которого есть имя, лицо и, желательно, пушистый спутник Попробуйтесь, что вы с Уиллом можете объединить свои усилия Тогда Минску понадобится не менее звучное имя, что-нибудь, чтобы смыть позорные воспоминания о Каменном Лорде Может, сапог справедливости? Или... Нет, Бу, имя, конечно, говорящие, но грубое Уж лучше я останусь просто Минском Так, давай еще про кого-нибудь У вас с Карлах, наверное, много общего О, да, люблю Берсерков Хотя ей движет жар преисподней, адский металл и какая-то штуковина, которая глотает монетки Коин-оперейтед девайс Ты что, ревнуешь? Я так не думаю Минск всегда оставался Минском Но когда не был каменной статой Или каменным лордом И Карлах тоже всегда была сама собой Даже если она вся будет состоять из железяк В этом плане ничего не изменится И Карлах скоро исцелится, оставаясь в Карлах Надеюсь, ты окажешься прав Минск знает, что он прав, поскольку Бу с ним согласен А хомякам надежда ни к чему И хамстеры нет нужды над надежды И опять он диалог скипает почему-то Ну давайте сохранимся Ты со временем полюбишь аромат Джахейра Похоже на жевательные травы и мыло, да? Минск Что ты думаешь о Хальсине? В каком Хальсине? Здоровенный, мускулистый эльф Удивительно, Минск не замечал у нас в лагере Никого, кто подходил бы под его описание Ты серьезно? Друид это довольно... Ты серьезно? Друид? Его довольно трудно не заметить А, ты про этого задохлика эльфа с листочками в волосах и грязью под ногтями? Говоришь, его зовут Кальсон? Неказисто имя Вы с ним оба здоровенные дубы, причиняющие добро направо и налево Думал, вы поладите А, Минск видел, как он вчера ночью гонялся за собственным хвостом и нюхал свою задницу Он слишком долго ходил на четырех лапах и слишком мало на двоих ногах Нет, Бу, Друид не побеждал Минска в армрестлинге Все было подстроено, к тому же посреди боя превратился в медведь сыча и пень был скользкий Ха-ха-ха-ха Забавно Хочешь поговорить о том, как Минск последний раз стоял на часах? Тогда я не храпел, это был Бу Душа Минска открытая книга с веселыми картинками Это уж точно Расскажи, что ты думаешь о спутниках Так, и Шэдоу Хард Бу сказал, что невежливо сплетничать о наших спутниках у них за спиной То же самое, что про Астариона он сказал, ничего нового Так, давайте в отряд его берем Бу замечательная находка для отряда Впрочем, его питомец Минск наверняка на что-нибудь сгодится Малыш говорит У Минска доброе сердце, нам очень пригодятся такие сердца в грядущих испытаниях Не все хотят комментировать ситуацию, ладно Но эти, наверное, ничего мне тоже не скажут, но, может, Карлах соизволит Минск вступил в наш отряд, это лучший день в моей жизни Минск кажется очень увлекающий союзник Постараемся с ним не ссориться и не приближаться на расстояние удара Итак, в нашей компании можно добавить лысую гору мускулов Не сомневаюсь, он будет нам полезен, в крайнем случае, как пенек Да, это было забавно Так, что еще? Ну давайте его прокачаем тогда Приоденем, конечно же Так, идти Не надо, не надо Не надо Не надо Это что такое? Призвать фамильяра Бу О, ничего себе Облегчающий аэродинамический покой и максимально дышащая ткань Влажность не по душе хомякам Так, что ты вообще еще из себя представляешь? У меня, на удивление, больше силы Причем дефолтной силы У него ловкость высокая У вас есть преимущество при испытаниях против испуга Укротитель зверей Вы умеете устанавливать крепкие связи с животными Использовать призыв фамильяра Акробатика, ловкость рук Дрессировка высокая Выживание Происхождение Народный герой Народный заступник Борец с тиранами Защитник слабых С каждым новым С каждым новым бедолагой Спасенным вами от неминуемой гибели Легенда вас обретает новые подробности А ты тоже народный герой? Нет, обычный солдат Странно Он всегда пырит Вот оно что Короткими луками умеет орудовать А, ну он в принципе всем может орудовать Кроме, на удивление, тяжелой брони Он, конечно, до безобразия харизматичный Прям очень прикольно Давайте все-таки сначала протащим его сейчас по всем уровням Заклинание Можно ему даже выбрать Град шипов возьму Такого не было у меня И метку охотника Так, боевой стиль Бой парным оружием Дуэль Вы получаете бонус При надетом доспехе Вот, я бы вот это взял, да Когда вы атакуете оружием во второй руке То можете добавить к урону Модификатор способности Ну Когда вы сражаетесь, держа двуручно или полуторное оружие Держа не двуручно Так, дуэль тогда нам не подходит Потому что он с двуручным ходит Давайте защиту возьмем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удар Наверное, нет Дальность прыжка существа утраивается Давайте скороход возьмем Подкласс охотник Охотники выслеживают Самое опасное во всем фейероне дичи От древних драконов До полчища нежити И с успехом ее уничтожают Получи навык жертвы охотника И что тут Вы специализируетесь на противодействии Определенным видам угроз Выберите одну из последующих Так, ага Убийца Колосов Угу Победитель Великанов Сокрушитель Уорд Сумрачный охотник Появлялась Появляясь словно кошмарный подарок Из обертки тьмы и теней Вы нападаете на засады Истребляете врагов Не давая им даже вскрикнуть Ну Под стелс предлагают его качать Ну да, да Засады Все, нет Не про него немножко история Победитель зверей Тесно связан со своим животным Спутником И эта связь крепнет Как в бою, так и в путешествиях К вам присоединяется зверь-спутник Который будет сопровождать вас В путешествиях Сражаться Ну, нет Вот Вот это оставим И здесь что-нибудь выберем Так Один раз заход Ваша атака уже носит Дополнительный урон Если запас очков Ниже максимума Если запас очков Так, ладно Выбрать Целями двух Стоящим рядом Друг с другом Существ Быстро атаковать их Одного с другим Давайте это возьмем Заклинания менять не будем Так, черта Нистовый атакующий Конечно же Так, заклы еще одни Тишина Тишина Создать сферу Имеют немоту и невосприимчивость К урону грома Ничего себе Давайте возьмем чисто для эксперимента У нас не было еще Такого заклинания Ни у кого Так Заклятый враг У вас большой опыт В уничтожении Различного рода заклинателей Вы получаете умение В магии Можете творить Верный удар Вы принесли присягу На верность В стране Или короне Безжалостно Кара ее врагов Вы умело обращаетесь С тяжелой броней И следующей в историю Мм Вы поклялись Охотиться на врагов Священного ордена И ордена друидов Вы получаете умение В религии Священное пламя Мм Такое себе Хранитель вуале Вы специализируетесь На охоте На существ Из других миров Вы получаете умение В магии И можете Накладывать защиту От добра и зла Так Охотник за головами Вы получаете умение В навыке расследования Существа Которых вы поразите Опутывающим ударом Или дистанционным Получают помеху При испытании Мм Разрушитель чара Ставлю А А он мне по умолчанию Доступлен То есть я два могу взять Угу Давайте Седопыта рыцаря Возьмем Я получу Навык ношения Тяжелой брони На халяву Годы странств В дикой природе Помогли вам Установить особенную Связь с животным Или научиться Выживать в определенных Условиях Так Укротитель зверей У нас уже есть Вы умеете устанавливать Крепкий связь с животным Да Призыв фамильяра Вы эксперт по выживанию В городских условиях Умело применяете Ловкость рук Вот это кстати неплохо Ловкость рук Потому что я же Его за место Стариона взял Долгие годы Устойчивость к холоду К огню Яду Не Городской следопыт Отлично Подойдет мне Так Заклы Снова Это возьмем Хоть у меня уже Есть у кого-то Такое заклинание Сталкиваясь с фрагами Которые вселяют ужас Атакуют С бешеным натиском И собираются В огромные Кишащие стаи Слодопыты Вынуждены были Изобрести Хитроумные методы защиты Так Внеочередные атаки Получают помеху Преимущество При испытаниях Против испуга Атаковав вас Противник до конца Своего следующего хода Получит штраф К дополнительным броскам Атаки против вас Отлично Это мне нравится Так Че у тебя В заклинаниях При этом Угу Ну то есть У тебя не по ячейкам Я так понял Кстати Пока не забыл Не понял А где у тебя еще? А это у тебя Вот Я понял Сохранимся и продолжим Его качать Взрыв 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 Так, что мы здесь возьмем? Что-нибудь надвуручное у меня есть? О, магу-убийцу возьмем. Прям замечательная черта. О, град снарядов. Дневной свет, стрела, молния, рост растений. Мне вот это хочу. И уже чуть-чуть осталось. Пара уровней. Вот что такое. Замаскроваться, сливаясь с окружающей средой и обрести невидимость. Ммм, неплохо. Так, заклятый враг. Давайте хранитель вуали возьмем. Получим на халяву защиту от зла и добра. Так, а здесь, наверное, нам защита пригодится либо от огня, либо от яда. Даже не знаю, чем меня чаще бьют. Ну, огнем, наверное, все-таки. Так, и предпоследний. Ого. Залп действия оружия. Михарь ударов. Нанесите урон всем находящимся поблизости противников, сделав отдельный бросок против каждой цели. Охереть. Ну и возьмем стрелу вот эту. Последний, двенадцатый. И черту нам надо выбрать. Ну, наверное, живучий возьмем. Субтитры добавил DimaTorzok Все, отлично. Теперь мы его приоденем. Да, прыгает он, конечно, не очень далеко. Нет! Тихо, тихо, тихо. Это было близко, я чуть было в ловушку, не попал. Я не заметил, что там написано завершить день. Так. Арбалет Гетенки один продать можно. Ну, один, допустим, на себя повесить. Двуручный топор Родского Пламени. Ну, выглядит неплохо. Для двуручного оружия самое то, так, Апсодия, нет. Ну, из двуручного, наверное, это у меня самое имбовое, что есть. Хотя, я бы этот топор, наверное, лучше бы это и отдал Карлах. Тоже надо подумать, как сделать лучше. Давайте Джохиру пока уберем. Апсодия, ты уверен? Может, он будет нас ближе. Солдия? Пустовато у нее. Лебарда бдительности. Ну, вот она, по-моему, раньше с этой как раз и ходила. Да. Ну, так что тебе достается, так сказать, огрызок. Не буду же я у нее забирать. Так, так, так. Что еще, что еще? Это тебе отлично подходит. Может, конечно, что-то сейчас получше увижу. Вот это, кстати, да, Карлах хотел отдать. Когда вы в ярости, враждебные существа в радиусе должны пройти испытания мудрости. Угу. Ну, а тут тоже важно, чтобы у нее коэффициент брони при этом не упал. Нет, не упал. Все отлично. Ну, каждый раз, блин, конечно, вот так доставать и растягивать инвентарь тоже не самое удобное. Так, а тяжелую-то броню ты теперь можешь носить? Я так и не понял. Да, теперь может тяжелую носить. Супер. Где-то у меня тут была какая-то прям ебейшая. Еще самая дорогая она до кучи у меня тут была. Вот она, да. Незгибаемая женица. Когда этот эффект активирован, у вас невозможно сдвинуть с места. Угу. Офигеть. Ему прям вообще подходит. Что за мой мир лицов? Издатель гнящий душевой, который вызовет оцепенение у всех. О-о-о. Так, плащ теперь. Давай посмотрим к тебе. Плащ плетения. Забирай. Отличный плащ. Блин, капец. Он у меня вообще, походу, самый заряженный будет персонаж. Так, нельзя быть окутанным. Это мы берем. Что лучше, что у меня в основном и нету. Ммм. Перчаточки теперь. Офигеть. Я помню эти перчатки, мы же с ним недавно их взяли для кого-то. Что вообще этот жар мне дает? Я все забываю. Что находится в коконе беспощадного пламени? Получает урон огнем. Зачем? Бля, я закрыл. Погружение в блаженство. Вот с кольцами, конечно, тут труднее. Офигеть. 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 Когда вы наносите существо удар Атакой оружием Вы можете применить заклинание иллюзии Очаровать в качестве бонусного действия Ну давайте попробуем Ну сильно-то вроде бы и не разгуляешься Вот все что такое Плюс-минус хорошее У нас либо уже давно раздали по всем Либо вообще еще нет На шлем ей вообще прям идет Так и Джохейру возьмем Ну вы посмотрите на этого имбу Он вообще просто как не в себя Заряженный Слушайте, а может я выла хочу тогда приодеть Раз уж я тут добрался, дорвался Там как раз у меня для него там шпага одна была Которая давно его ждет Не уверен, что она принципиально лучше того, что там есть Адская рапира Раз бы вспомнить еще где у меня она тут лежит По-моему все-таки Адская рапира Это нет А вот, вот это Ну даже не знаю Ну Ну кажется, что все-таки лучше Но носит он, конечно, полнейший кал У него даже плаща нету Офигеть Это да Дожили Ну щит хоть какой-то там плюс-минус нормальный Но броня у тебя откровенное говно, конечно Это все продать нафиг надо Вот уже средняя бронь А, он только легкую может носить Так у меня есть вон легкая, хорошая Вот После применения заклинания дикий облик Вы получаете время А, нет этого Импульс какой-то, блин Бонусное действие Что-то не знал, что у меня такие проблемы с броней будут Легкой Ну, выходит, что у него даже неплохая броня Так-то Щит по лучшему выдам В целом неплохо Мне кажется Хотя, подождите Все-таки это достаточно неплохая броня Давайте померяем Ну Формально мы почти ничего не выигрываем То есть У этой 13 А эта нам за счет укрепления дает плюс 2 Но Она больше друидская, конечно То есть мы по факту там Не сильно там много чего-то получаем 111 Здоровья нам не добавляет Ее бы этому отдать Как его? Ну тому самому Друиду нашему Ну Уже всяко лучше, чем ничего Шаритский арбалет Тяжелыми он пользоваться не умеет Ну Хоть капельку его улучшили Не могу разговаривать Давайте Поговорим Ты уверен? И Эти буты Все Давайте Хальсину Посмотрим Этот доспех Подходит он ему или нет Огфа Поддерживай Слушайте, скорее Нет чем Да, потому что Ну Хотя Он ему Если превращаться будет Будет очень кстати Вот так вот Даже не знаю Да Мы немножко в броне Теряем Такая она достаточно Посредственная Если быть уж Совсем Откровенным Даже вот это Раз он отравляет Чаще Нечего на него Вот вообще Выдать Фиг знает Че вот ему дать Ну Хотя бы так Немножко Убедился Что Может Это не Про него Немного Так Ну и Берем Джохиру Ладно И так Сойдет Хорошо На этом я тогда предлагаю С вами закончить И продолжим уже В следующей серии Получилась хорошая Такая насыщенная серия Посвященная Минску Но Пойдем мы уже Знакомить Минска С гильдией В следующей серии Так что Благодарю за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok